Музыка Музыка Производственная площадка инкерманского завода марочных вин. И мы сейчас с вами посмотрим производство вина от лозы до бокала. И посмотрим, как перерабатывается виноград. Какие есть технологические приемы. А также поступим в цех розлива, где вино разливается в бутылку. Сегодня мы с вами поговорим о нелегком жизненном пути виноградного куста до вашего бокала. И знакомство с вином мы с вами начнем на виноградник. Красивый тоже на виноградник. Это лицо любого хозяйства. Первые, как правило, убирают белые сорта винограда. У нас начинается уборка примерно где-то в середине августа. И первые начинают убирать мускатные сорта. Затем белые, белые шарданы. Вот сейчас мы уже закончили уборку олиготы. Практически заканчиваем шарданы и перешли к уборке красных сортов. И в данном случае мы с вами находимся на винограднике сорта Мерло. Мерло один из самых известных сортов винограда. Это красный технический сорт. Используется для приготовления столовых и десертных вин. Он выращивается по всему миру. И по количеству собираемого урожая уступает только Кабарне Савиньон. Ну вот, сбор этого винограда мы уже начали. Лозы высажены более сорока лет назад. Корни собственная культура, устойчивая к засухе. Мерло один из самых известных сортов винограда. Это красивый технический сорт. Используется для приготовления столовых и десертных красных вин. Наши виноградники расположены на юго-западном и западном побережье Крыма. И это зона является лучшей для производства, для выращивания виноградников и производства уникальных сухих вин и шампанских. Ведь вине, как в зеркале, должно быть место его произрастания. В нашей зоне почвы состоят из вестника, ракушек, щепок и глины. И одной из важнейших особенностей нашего турбала является нынешняя моря. Зимой оно смягчает хорозы, а летом препятствует сильной жаре. Именно близость моря формирует характер будущего мира.